Здравствуйте, друзья! Сегодня мы хотели поговорить об одной особенности работы с тоном, и выглядеть это будет так. Смотрите. Друзья, совсем скоро будет лето, а значит новый летний практикум 4.0. Приглашаю вас провести неделю в команде единомышленников, прокачать свои навыки и с головой окунуться в прекрасную творческую атмосферу, где мы будем вместе с вами творить искусство и чудеса. Все подробности по ссылке в описании или на сайте isvail.ru Когда вы рисуете портрет, будем говорить о портрете, хотя на самом деле это можно распространить на абсолютно любую зону. Итак, представим себе, что мы нарисовали что-то вот такое, на меня похоже. Мы видим тональное пятно, которое закрывает глаз, закрывает века, падает тень от носа, от губы. Так вот, можно сосредоточиться на том, чтобы нарисовать пятно. Пятно здесь, нарисовать пятно здесь, и за счет этого получить очень характерный объем, конструкцию. Но для того, чтобы создалась иллюзия полного пространства, надо помнить об одной маленькой особенности. Край этого пятна будет темнее, и край пятна внизу тоже будет темнее, а центр будет являться рефлексом. То есть это одно из самых важных событий, которые есть в системе рисования. Итак, теперь мы попробуем это сделать еще раз, и смотрите, что получаем. Если мы нарисуем просто пятно и еще одно пятно, если мы нарисуем просто пятно и еще одно пятно, намажем их вот таким образом, то мы получили место для глаз, мы получили место для губы, один объем, второй объем. Но если мы хотим создать полную иллюзию объема, мы всегда сосредотачиваемся на собственной тени. То есть мы рисуем собственную тень темнее значительно, и рисуем падающую тень активней. Потом рисуем снова собственную тень активно, и потом падающую тень активно. Но между ними мы оставляем тон светлее. То есть получается, что у нас край должен быть темнее, край темнее, а серединка обязательно должна быть светлее. Сосредоточившись именно на таком принципе рисования, вы будете создавать ощущение правильного пространства. И именно знаки этой собственной тени зачастую и носят на себе характер формы. То есть падающая тень может быть темной, собственная тень может быть очень темной, а рефлекс внутри должен быть достаточно светлым, для того, чтобы не попадать в ту же самую тональную структуру. Поэтому постарайтесь, когда вы будете рисовать, следить за тем, чтобы обязательно появлялись не просто пятнышки, а чтобы появлялся край тени, который будет чуть активней. За счет этого создается вот эта рефлексная составляющая. Это очень простой прием, поэтому в большинстве случаев, когда мы рисуем, мы обычно рисуем эти края сразу, а потом заливаем тон чуть-чуть слабее этой поверхности. Рисуем края активно, и когда заливаем тоном, следим за тем, чтобы тон не догнал эти края этого тона, чтобы краешки всегда были чуть активнее. Там распределяется много дополнительных тональных структур, но именно они всегда вызывают ощущение правильного такого прозрачного светло-теневого действия. И запрещено делать так, чтобы тон, который находится, например, на боковой поверхности и на внутренней поверхности, были одинаковыми. То есть самым опасным, что может являться в рисовании, это через линию делать два одинаковых тона. Тогда формы не существует. Нужно, чтобы тон одной поверхности и тон другой поверхности были разными. Поэтому если вы выбрали, например, что волосы выходят вперед, то вот здесь территорию делаете темнее, здесь территорию делаете темнее, эту же часть делаете светлее. Тогда будет возникать дополнительный объем. Но об этом мы поговорим в следующий раз.